Польша решила эвакуировать своих граждан из Израиля. Польша решила направить самолет для эвакуации своих граждан из Израиля после нападения террористической группировки «Хамас». Об этом сообщает РБК Украина со ссылкой на министра обороны Польши Марьюша Блащака и замминистра иностранных дел Польши Павела Яблонского, которых цитирует АРМФФМ. Яблонский отметил, что сегодня самолет для эвакуации поляков вылетит из Варшавы и прибудет в аэропорт Бен и он в Тель-Авиве вечером, Блащак заявил, что как минимум два транспортных самолета С-130 «Геркулес» уже готовы. По его словам, при необходимости количество самолетов увеличат, информация, которую мы сейчас имеем, показывает, что около 200 польских туристов ждут возвращения в Польшу, включая детей и школьную экскурсию из Хелма. Конечно, всех вывезут в Польшу, подчеркнул Блащак. Кроме того, министр отметил, что в настоящее время ведутся переговоры с Грецией об установке эвакуационного моста, в случае необходимости. По его словам, самолеты «Геркулес» могут доставить польских туристов из Израиля в Грецию, а другие самолеты – из Греции в Польшу. Глава Минобороны также сообщил, что «готовится также медицинская бригада спецназа». В то же время Яблонский отметил, что на данный момент нет информации о том, что поляки пострадали в результате конфликта в Израиле. Нападение Хамаса на Израиль Вчера террористы Хамаса атаковали Израиль. После масштабных ракетных обстрелов страны они проникли на территорию небольшого города Сдероту в Южном округе. До вечера израильские военные вернули контроль над большей частью территории и нанесли ответные удары по военным объектам и штабу Хамас. Израиль объявила «состояние войны» и начале контртеррористической операции «Железные мечи». Отметим, что из-за нападения Хамаса в Израиле погибли по меньшей мере 500 человек. В МИД Украины подтвердили гибель двух украинок. Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК Украина в Телеграм.